Целостность служения показывал часть за частью самого Иисуса Христа. Напротив, негто, негде за свидетельством говорят, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты его унизил пред ангелами. А что это значит, немного ты его унизил пред ангелами? Что это означает, друзья? Как вы это понимаете, текст? Как Бог унизил человека перед ангелами? Где и когда? Через что? Интересный вопрос. Человек и ангелы отличаются тем, что у человека есть плоть, есть смертное тело. У ангелов смертного тела нет. Ангелы не умирают, это духи. Когда духи эти смотрят на творение, на человека, на смертного, они смотрят, что он ниже. Он имя имеет выше, Сын Божий, а сам по себе он во плоти, он ниже, он умирающий. И им никак не придет в ум. Они даже желают приникнуть, написано, ангелы. Как это так? Бог, Творец, имея свое имя, взял тело человека, умирающего. Его еще отдал это тело людям, которого потом убьют. Как это возможно было для Бога? Это же наш Творец. Через Него все произошло, а вот Он, как человек маленький в Рождестве, Сын дан нам. Как это возможно было? Ангелы этого не поймут. Он же ниже нас. Это человек смертный. Теперь посмотрите дальше, что говорит. Ты его немного унизил пред ангелами, слабою и честью увенчал его, и поставил его над делами рук твоих. Ангелы – это тоже дело рук Божьих. И вдруг они смотрят, это смертный человек ниже их. И вдруг их не командиры и начальники. Как это возможно? Друзья, это не только Христа касается. Я сейчас буду дальше говорить. Это во Христе касается ли рожденных свыше? Во Христе. Потому что люди попали во Христа, как вновь в ковчег. И во Христе они имеют все то, что имеет сам Христос, и всю ту власть. Но это не всем право дано, только рожденным свыше. Это их привилегия. Это его благодать и милость. Дальше мы об этом и поговорим. Смотрите. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Что это значит в этом слове? Не оставил ничего непокоренным ему. Ни один ангел не будет непослушный когда-то Христу или человеку. Все ангелы будут слушаться. И Христа, и Церковь. Дальше. Ныне же еще не видим, что было бы ему все покорено. Но вот 9 стих. Это просто огромнейший такой вот триумф Нового Завета. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен предангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». Вот этот текст меня подтолкнул к этой теме. Вкус смерти. Для того, чтобы его вкусить, ее надо вкусить и попробовать. Помните текст 33-й Псалом? «Вкусите и увидите, как благ Господь». Чтобы увидеть благость Божия, надо вкусить Бога. И об этом не надо бояться говорить. Когда вкушаешь Бога, то не чувствуешь вкус в языке, а ты видишь. Когда человек вкушает Бога, у него зрение появляется. Вкусите и увидите. Не вкусите и почувствуйте. Не вкусите и получите удовольствие. Вкусите и увидите, как благ Господь. Прямо не бойтесь говорить. Я хочу попробовать вкус Бога. Вот он вкус Рождества. Для него это был вкус смерти. И когда Христос входил в тело, Он знал, что Он безначальный, бессмертный Бог, и Его убьют. И это тело распнут, и Он умрет. Когда Христос по благодати Божией шел на смерть, Он знал, что это будет благодать для спасенных. Но для Него это цена смерти. Вы со мною? А для нас? А для нас Его вкус Рождества, вкус Его смерти, для нас чего это? А для нас-то это вкус благодати, друзья. Правда же? Это вкус прощения веков. Это для Него вкус смерти, а для нас вкус благодати. Для Него это вкус смерти со вкусом благодати. А для нас это благодать со вкусом смерти Его. Поэтому мы каждый месяц напоминаем о Его смерти. Это важно. Поэтому мы говорим, мы о День, Мебопреломнение, это важно. Это Его смерть за нас, это Его благодать Божия для нас, а для Него смерть. Это не просто Рождество и не просто Сын дан нам. Это тайна Божия воплотилась в Иисусе Христе. Смотрите дальше. Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все, и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вот здесь написано о Церкви в нем, возрожденных, вождя спасения их совершил через страдания, ибо и освящающие, и освящаемые все от единого. Поэтому Он не стыдится их называть братьями. И Он дальше приводит аргументы, почему Он не стыдится из 14 стиха. А как дети, причастны к кровоте и крови, то Он также воспринял оное, чтобы смертью лишить имеющего державу смерти, то есть дьявола. Смотрите, у смерти есть авторитет? Нет. Скажите, что нету смерти и авторитета. Я вам скажу, мои у вас сынники умерли, даже мой сын. Все 100% рожденные на земле, все 100% умрут. Это авторитет. Это реальный авторитет смерти. Люди боятся смерти, пока дьявол авторитет. Вот это секрет Евангелия. Люди боятся смерти, пока дьявол авторитет. Здесь написано, смотрите так. А как дети, вот этот 14 стих, а как дети, причастны к плоти и крови, то Он также унаследовал, воспринял оное, чтобы смертью лишить имеющего державу смерти, то есть дьявола. Он у дьявола вырвал эту власть. Люди, которые боятся смерти, Он не побоялся смерти. Люди, которые боятся смерти, они еще боятся дьявола. А нас в Писании учат, бойся Бога, Его заповеди соблюдай. Повернись, ненавидь этот весь, все беззаконие. Один раз повернись и стой к нему спиной. Все. Дети, я имею в виду, но ты можешь, добрый. Если дьявол для тебя становится авторитетом и ты начинаешь сомневаться во Христе, спаситель ли он, люди многие на этот путь пошли. И дьявол имел успех, к сожалению. Это факт жизни. Поэтому Писание проповедуется сейчас, говорится и утверждается, дорогие, нет дороже, нет сильнее фундамента, чем Господь Иисус Христос, Сын Божий, воплощенный. Потому что Бог стоит за авторитетом Его Слова. Теперь дальше. И избавить тех, которые, вот смотрите дальше 15 стих, вот секрет приоткрывает, и избавить тех, которые от страха, смерти, через всю жизнь были подвержены рабству. Кому вы себя отдаете в рабы для послушания, того вы рабы. Или рабы смерти, или рабы жизни. И христиане, это не люди, которые наследовали смерть, это люди, которые наследовали жизнь. Это поколение жизнелюбчиков, вот таких жибчиков, которые выживают, которым жизнь Божия дана. И они живут, христиане живут Господом Иисусом Христом, потому что Он есть родоначальник жизни. И мы дети жизни. И христиане не дети смерти, не дети сомнений, это дети веры. Вы знаете, говорят, чудеса происходят. Один человек сказал интересную фразу. Вера должна происходить не от чуда. От чуда должно происходить от веры. Не вера, а от чуда приходит. Чудо увидел, уверил. Уверовал, заговорил на языках. О, все, значит, Сын Божий. Но это не чудо. А вот чудо тогда, когда ты пойдешь проповедовать аборигенам, вот тогда чудо совершится, потому что ты поверил и ты заговорил там на их языках. Смотрите, что происходит здесь в этом стихе. Ибо не ангел восприемлет Бог. Он восприемлет семя Авраамова. Поэтому Он, Христос, должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым, верным, первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как Он, Сам претерпев, был искушен, то может и искушаемым помочь. Дорогие друзья, вот здесь слава Божия. Вот здесь наша радость. Вот здесь жизнь христианская. Я теперь хочу вас повернуть туда, к пауэрпойнту, и мы с вами сейчас домашнее задание возьмем. Договорились? Мы сейчас, знаете, что сделаем? Мы сейчас войдем, после вот этого размышления о Рождестве, мы войдем в Рождество как в дом. Вот представьте, вы зашли в это помещение, вы можете его описать сейчас? Ну, здесь карпет, здесь стулья, кстати, новые, очень красивые, очень мягкие, удобные, слава Богу, да, прекрасные. И у них тоже предыстория чудесная, вот была, с теми лавками, которые вывезли. Это тоже отдельное чудо вам Господь дал. Смотрите, Господь дает милость и дает радость свою. Вы можете описать, да, вот это своды, вот это потолок, вот мы описываем, да, это здание. А давайте попробуем, мы войдем в Рождество, опишем его со вкусом, войдем в него как в хлеб и попробуем его каждый кусочек, вот, например, вот так, ну, квадратная, вот дверь, так вот мы Рождество опишем сейчас. Если братья помогут нам или если у меня получится еще сегодня. А, спасибо. В Рождестве, смотрите, в Рождестве есть исполнение древних пророчеств. Какое, например, пророчество исполнилось в Рождестве? Сын дан нам. Вот пророчество. Дальше. Рождество, это кто? Это логос, принявший тело. Вы согласны с этим? Это истина? Да. Вы верите в это? Да. То есть это логос, через который он создал. Кстати, из невидимого произошло видимое. Вот это через него. Дальше. Это верность и истинность Божьего Слова. Это правда? Аминь? Аминь. Это свет, пришедший к людям, любящим тьму. А это о чем говорит? Свет пришел в мир, но люди возлюбили более тьму, нежели свет. Они, это свет пришел. Я хотел бы, чтобы сегодня с вами вот этот вкус Рождества, друзья, вы сейчас стихи начали вспоминать. О чем это говорит? Потому что это тезис если только. Это Божья любовь вода нам в Сыне. А это какой стиль, говорит? Иоанна 3,16. Дальше. Это дверь, открывающая небо. А это о чем? Я есть дверь. Не смущайтесь, это о Господе. Это в нем еще привилегии спасенных. Вы знаете, это привилегия усыновления, искупления. Это посеянное зерно. Сам Христос говорил о зерне, но Он сам им стал. И Он говорит, если оно падшую землю не умрет, одно останется. Остался Он один? Да посмотрите, даже здесь сейчас уже нас много. Уже нам есть о чем говорит, да? Дальше. Это явление царства милости, поднявшейся над справедливостью. Ведь по справедливости Он же не должен бы умирать. Это нам милость Он явил. Это Его царство милости. А нам бы по справедливости потерпеть смерть. Это получение не по заслугам. А мы-то по заслугам могли бы получить. И не получили. И не получаем. Мы благодать даже в погоде видим. Не говоря о том, что мы еще здесь в Америке живем. Это мы просто поем эту песню, которую первую пели. Сегодня падают капля за капля. Ее переделать надо у нас в Америке. Помните, да? У нас не капли шкафают. Вы же понимаете, что мы в потоках этой милости Божьей и благодати живем. Я, кстати, нам предложил уже в своей церкви переделать некоторые стихи. Может, когда мы переделаем, мы поделимся. Это радость о Христе. Ибо, помните, песню вот этого ангела, даже ангела об этом пели, да? Но мы еще, кстати, не дошли до самого рождественского текста. Я вам обещал. Еще это не самый рождественский текст. Еще сюрприз впереди. Это воплощенная любовь к правде. Помните, ты возлюбил правду. Это воплощенное ненависть беззаконию. Вот оно, Рождество, какой он на вкус. Это агнец, идущий на заклание. Помните, это агнец Божий, который берет на себя о грех мира. И вот теперь я вас приведу в самый рождественский текст. Это записано в послании к евреям в 10 главе с 5 стиха. Я вам его прочитаю с точки зрения, помните, я вам не зря говорил об авторитетах. Я с точки зрения авторитета прочитаю. Посмотрите, как написано. Посему Христос, входя в мир, говорит. Вы понимаете, об авторитете Христа здесь говорится? Это не ангелы, которым Бог сказал, идите, несите подарки. А это сам Христос говорит, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовало мне. Всесожжение жертвы за грех не угодно тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю твою Божию. Сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и неблагая изволил. Потом прибавил, вот иду исполнить волю твою Божию, чтобы отменить первое, поставить второе. По этой воле освященным и единократным принесением тела Иисуса Христа. Ему тело надо было. И вот здесь концентрируется мысль на том, что Бог приготовил тело Иисусу Христу. И это тело было унижено перед ангелами и было возвеличено, как никто. Потому что именно Его Бог первенца воскресил. Это Он единственный, который... Скажите, друзья, вы видите здесь обещание? Наблюдайте здесь обещание, нет? В этом стихе. тут написано «Тогда я сказал, вот иду исполнить волю Твою Божию». Замечаете здесь обещание? В Рождестве это обещание Иисуса Христа. Я и пойду исполнить Твою волю. Он исполнил? Скажите, когда верующие люди принимают крещение, с них берут обещание? Кстати, не надо брать обещание, а с них надо просто спросить «Веришь ты в Господа?» «Верю». А обещание не надо брать, что я буду служить Богу доброй совести. Доброй совести все равно служить не будет. Все равно где-то будет каяться. Все пресвитера каялись. Все, до одного. Я не видел еще ни одного пресвитера, который себя посвятил даже на служение и никогда не каялся. Просто не видел. А это пресвитера. Это лучшие люди. Как думают? Здесь Он обещание дал, Он Его исполнил и благодаря Его обещанию мы спасаемся. Это Его обещание мы спасаемся, друзья. Это Он Иисус Христос. Вот что значит Рождество. Так скажите, это самый рождественский текст, когда Он говорит Иисус Христос, входя в мир, говорит Отец, Ты жертвующий и приношении не восхотел, Ты тело Мне приготовил, Я иду исполнить волю Твою. Вот он самый рождественский текст Нового Завета. Это сам Христос говорит, сам авторитет, это не ангелы говорят о Нем. Это сам Иисус Христос говорит, Я иду исполнить волю Твою, Отец, чтобы привести подобных мне к тебе в славу. Дорогие друзья, в этом Евангелии мы грешные, мы недостойны, мы не можем ни по каким параметрам туда прийти, ни по своей фамилии, ни по своей природе, ни потому, что мы делаем что-то, ни по своим мозгам тем более, а по своим похотям, где бы мы должны быть? На кресте, а на кресте оказался Он. И вот сейчас мы об этом поговорим с вами. Рождество это пастыри, полагающие душу свою за своих. Рождество это конец закона, тот закон, который предписывал за каждый грех уже давно все погибли, а его благодать пребывает. Это вкус благости Бога, это Рождество, вкусите, увидите, как благо, Господь. Это вкус тайны благочестия, помните этот стих? Великое благочестие тайно появился во плоти. Это смерть со вкусом благодати. А для кого это смерть со вкусом благодати? Это для Него. Это для Него. Это Он умрет, а для нас это благодать со вкусом Его смерти. Вот Ему слава. Это Он достойный, это о Нем все. Это переход от смерти в воскресенье. Вот оно Рождество. До Рождества не было входа в смерть и не было выхода в воскресенье. Рождество это дало. Я хочу оставить вот эти три текста, таких вот три фрагмента. Это смерть со вкусом благодати, это благодать со вкусом смерти, это переход от смерти в воскресенье. Для вас, дорогие друзья, я хочу, чтобы об этом мы говорили, этим жить, это пробовали на вкус, отворачивались от греха, шире это правду. Един текст, которым хотелось бы закончить молитвы. Иоанна, 5 глава, 10-13 стих. Каждому верующему дан интересный сертификат, свидетельство, я об этом свидетельстве вам хочу сказать. Верующий в Сына Божий имеет свидетельство в себе самому. Неверующий Бог не представляет его лживым, потому что не верит в свидетельство, которым Бог свидетельствовал в Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. И сия жизнь в Сыне Его, имеющий Сына, имеет жизнь. Не имеющий Сына, не имеет жизни. Это написал я вам, верующим в Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, вы можете сказать громко, имеете жизнь. Имеем жизнь во Христе, слава Ему. Давайте помолимся. Аминь.